Доброе утро, друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Имя твое, победитель». И в этот день мы вспоминаем человека, который отдал жизнь, но не предал родину. Дмитрий Карбышев родился в этот день, генерал инженерных войск. Человек, которого не сломили нацистские пытки. Человек, который не стал сотрудничать с оккупантом. Он родился в Омске. Он закончил кадетский корпус с отличием. Он поступил в Николаевское инженерное училище, которое тоже закончил весьма успешно. Он попал в саперный корпус. Он участник русско-японской войны. Под Мукденом он совершил подвиг. В битве при Вафенгоу он тоже совершает подвиг. Его награждают орденом Святого Владимира IV степени. Но в 1906 году его пытаются оклеветать. Его ждет военно-полевой суд и тюрьма. Но офицерская честь не позволяет армии отдать его душегубам на расправу. В период Первой мировой войны он воевал с первого дня. Он воевал в 8-й армии Брусилова. Того самого Брусилова, который сделал легендарный прорыв. В бою за Перемышль он был ранен и получил орден Святой Анны. В период гражданской войны в России он находился на Дальнем Востоке. И тем самым он частенько обеспечивал победу Красной Армии над белогвардейцами. С 1940 года он член ВКПБ. В период Советско-финской войны именно он, его знания и инженерный ум обеспечили прорыв линии Маннергейма. В том же 1940 году он реформирует Брестскую крепость. По новым чертежам, по новым знаниям. Война его застала в городе Гродно, в штабе 3-й армии Западного особого военного округа. 27 июня при попытке выйти из окружения его ранили. Его направляют в тюрьму Шлатлонг-324, потом в тюрьму Гестапо в Берлине. Когда тюремщики узнают, что перед ними генерал Карбышев, легендарный ум инженерных войск, с ним пытаются сотрудничать. Его таскают по многим концлагерям, в список которых входят Майданок, Аушвиц, Замес и Флоссенбург, где 6 тысяч нагробий. Теперь и большая, я бы сказал, огромная звезда Давида. Отказываясь сотрудничать, не подчиняясь воле оккупантов, как это сделал Власов, его отправляют в концлагерь Маутхаузен. После двух лет уговоров немцы отправляют с ним записку на каторжные работы, не делать никаких поблажек на возраст и чин. В Маутхаузене с ним еще раз пытаются договориться, но он отказывается сотрудничать. Зимой 1943 года генерал Карбышев ушел из жизни. Его облили водой на морозе в минус 18, ныне на территории Верхней Австрии. Тело его сожгли в печах. Вот такой был человек Дмитрий Карбышев, про которого в свое время неуместно пошутил один федеральный канал, вернее его представители, женщины, комеди-вумен, которые решили посмеяться над памятью, подвигом великого генерала инженерных войск и Советского Союза и России, в частности, уроженца города Омск, Российской империи. Когда вы что-то делаете, когда вы пытаетесь шутить как-то, а по моему мнению, шутить над памятью воинов Великой Отечественной войны, это преступление. И Газпром Медиа нужно в следующий раз тщательно проверять, что их сотрудники вещают на большую аудиторию. А с вами был Лайфин 4К, мы увидимся с вами завтра и поговорим уже о Кубке мира по горно-лыжному спорту в дисциплине слалом гигант. Мужчины, до свидания.